Еще одна примета весны. В Чувашии опять горит сухая трава. Уже зафиксированы первые случаи. С 10 апреля в республике ведут особый противопожарный режим. Цены на молоко рухнули только не для тех, кто его пьет, а для тех, кто доит корову. Как сделать так, чтобы у сельчан не пропало желание держать буренок? В Чебоксарах решали производители и переработчики молока вместе с чиновниками. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. В деревне Кошмаше Маргаушского округа часть школьной территории исчезла. На самом же деле вся эта площадка стоит на насыпном грунте вплоть до детской игровой зоны. Но за школу можно не переживать. Она твердо стоит на материнской платформе. Почему произошел обвал грунта, каков процент вины талых вод, предстоит разобраться комиссии. Традиционные и новые, имиджевые и зрелищные. Основные площадки проведения Дня Республики определены. Фестиваль объединит ландшафтные композиции, объемные арт-объекты из цветов, контактные скульптуры. И в течение всего лета будет организована творческая площадка. Впервые будет проведен фестиваль цветов, соберется всероссийский молодежный лагерь. А на конные бега пригласят в Новочебоксарск. Здравствуйте! В прямом эфире «Вести Чебоксары». О событиях дня расскажут корреспонденты Катерка Чуваши и я, Екатерина Данилова. В деревне Кошмаши Маргаушского округа во враг ушла часть асфальтового полотна. Не удержалась и железная ограда. Произошло это на территории школы, которую открыли в начале 2022 года. Об обвале грунта стало известно в конце прошлой недели. Обошлось без пострадавших. Ученики были на каникулах. Но новообразовавшийся враг подошел вплотную к хозяйственным объектам, которые отвечают за жизнеобеспечение учебного заведения. Не уйдет ли и под ними земля? И как обстоят дела с созданием самой школы? Ведь уже завтра ребята пойдут на учебу. Вероника Павлова побывала на месте обвала грунта. Вот так выглядит место обвала грунта сейчас. Куски асфальтового покрытия и железная ограда ушли в овраг. Обнажились и основания локальных очистных сооружений. Линия обвала прошлась прямо рядом с ними. Обрушение грунта произошло в последнюю ночь марта. Процесс хоть и застопорился, но дать стопроцентную гарантию, что овраг остановится, сложно. Между тем, дети завтра пойдут в школу. Безопасен ли объект? На самом же деле, вся эта площадка стоит на насыпном грунте вплоть до детской игровой зоны. Но за школу можно не переживать. Она твердо стоит на материнской платформе. 31 марта приезжала вся аварийная бригада посмотреть общее состояние и дальнейшая эксплуатация самой школы. Газовые службы приезжали представители. На сегодняшний день ничто не мешает деятельности школы. Завтра обучающиеся выйдут с весенних каникул. Дополнительный инструктаж с детьми проведут педагогические работники, чтобы дети сюда не приходили. Несмотря на обвал грунта, хозяйственные постройки выстояли. Это благодаря сваям и железобетонным плитам. Важно отметить опасения, что грунт вот-вот пойдет в ходуном у сотрудников школы, были еще прошлой весной. Они обратили внимание на покосившийся забор, оповестили подрядчика. Тот же решил занять выжидающую позицию, понаблюдать, как насыпной грунт себя поведет дальше. Теперь же строительная организация придется укреплять его под пристальным вниманием районной прокуратуры. В настоящее время прокуратура района организована проверка, в ходе которой, в том числе с привлечением специалистов, будут дана оценка деятельности подрядной организации. В том числе заказчику по приемке выполненных работ, некачественных работ. К слову, раньше здесь был глубокий овраг. На то, чтобы его засыпать искусственным грунтом, потратили больше 10 миллионов рублей, сообщили в администрации Маргаушского округа. Она, кстати, является заказчиком строительства школы. О причинах обвала грунта чиновники пока только гадают. Но предполагают, что грунтовые воды к этому имеют непосредственное отношение. Пролить свет на эту историю поможет экспертиза. Ее подрядчик уже заказал. «Предполагаем, что экспертиза как раз ей определит причину, кто был виновен в том, что произошло сход грунта. Это погодные условия, это недоработка сметчиков, это экспертиза неправильно проведена, это неправильная эксплуатация. Тут вариантов много, но экспертиза должна именно определить причину». К слову, от сдачи школы в эксплуатацию до обвала грунта прошло лишь два года. Это значит, что она все еще находится на гарантии устроек компании. Подрядчик обещал приступить к восстановительным работам, как только подсохнет земля. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия. В Чувашии этой весной уже зарегистрированы несколько случаев возгорания сухой травы. Произошли они в минувшее воскресенье. В Батаревском, Чебоксарском, Малаторском муниципальных округах и городе Алатаре вспыхнула трава, а в Канаше загорелся мусор. О необходимости соблюдать требования пожарной безопасности в очередной раз напомнили в ГКЧС Республики. Быстрое таяние снега привело в Чувашии к более раннему началу пожароопасного сезона. Он объявлен с 1 апреля. Традиционная весенняя головная боль для спасателей – пал сухой травы и сжигание мусора. В минувшем году по этой причине произошло более 300 возгораний. Больше всего случаев зарегистрировали и в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске, Цивильском, Чебоксарском, Красночитайском округах. К счастью, погибших и пострадавших на таких пожарах в прошлом году не было, рассказал председатель ГКЧС Республики Сергей Павлов. И огонь не дошел до жилых строений. Этой же весной по сводкам МЧС в одном из сел Алатарского округа пламя от горящей сухой травы уже уничтожило пустующий бревенчатый дом. Перекинуться на соседние подворья огню не дали пожарные. Необходимо активизировать работу по своевременному проведению превентивных мероприятий и усилению контроля запалом сухой травы и сжигания мусора на открытой территории. На особом контроле должны быть садовые, некоммерческие товарищества, а также необрабатываемые земельные участки, заросшие кустарником и порселью, которые представляют реальную угрозу населенным пунктам. Хочу отметить, что в прошлом пожароопасном сезоне муниципалитетами недостаточно эффективно реализовывалась работа мобильных групп по выявлению нарушителей при лечении их к ответственности. Было составлено всего 20 административных протоколов, продолжил Сергей Павлов, а в некоторых муниципалитетах их не было вовсе. Между тем, за сжигание мусора и сухой травы по закону жителям республики грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Контроль и профилактическую работу нужно усилить, отмечают в Госкомитете. Еще одна задача — не допустить возгорания в лесных массивах. Уже с 10 апреля в республике будет введен особый противопожарный режим, который предполагает более жесткие требования безопасности. Запрет на посещение гражданами лесов при 4-5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. Разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда, выжигание сухой травы. На охрану лесов Чуваши от пожаров в этом году выделяется более 25 миллионов рублей. Об этом рассказали уже в Минприрода республики. К началу сезона утверждены маршруты патрулирования лесов. Организовано 48 лесопожарных команд, подготовлено более 160 единиц техники. Мониторинг лесных пожаров в течение пожароопасного сезона будет обеспечиваться путем наземного патрулирования патрульными группами, начиная со второго класса пожарной опасности. Кроме этого, осуществлятся визуально пожарными наблюдателями с 19 пожарно-наблюдательных вышек. Обеспечено функционирование диспетчерского пункта с круглосуточным режимом работы при КУ лесной охранной природе. Следить за состоянием лесов будут и через систему видеомониторинга. В дополнение к пяти уже имеющимся камерам на вышке сотовых операторов, расположенные в Аллатрском, Шамуршинском, Шамерлинском лесничествах, установили еще четыре видеокамеры, купленные в прошлом году. Изображение с них будет поступать в диспетчерскую службу. Видеомониторинг помогает обнаружить пожары на ранней стадии и вовремя ликвидировать. Юлия Скрябина, Виктор Степанов, Вести Чуваши. В республике заведено уголовное дело в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии номер 9. 38-летний осужденный обвиняется в организации деятельности экстремистской ячейки АУЕ – Арестантское уголовное единство. Об этом сообщают в Управлении Федеральной службы безопасности России по Чувашии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленник еще в прошлом году вовлек в незаконное движение других осужденных, установил внутригрупповую иерархию, распределил роли и функции ее участников, а также определил порядок добывания и распределения материальных и финансовых ресурсов. Добавим, что ранее по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан начальник этой колонии. Расследование уголовного дела продолжается. На неделе все СМИ страны облетела новость. В России с начала года сырое молоко подешевело сразу на 15%. И дальше по цепочке. Поставщики опасаются, что это может привести не только к проблемам у производителей, но и к сокращению производства. Федеральную повестку сразу же подхватили регионы. В Чувашии за год средняя цена на молоко из личных подсобных хозяйств рухнула на 21%. За литр продукта перекупщики платят хозяину буренки 18 рублей 80 копеек. Такие цены в республике были года три назад. И, конечно, нынешнее положение дел население не радует. Учитывая тот факт, что половину всего молока в республике в прошлом году, это более 250 тысяч тонн, произвели как раз-таки владельцы ЛПХ. Ситуацию надо выправлять. За стол переговоров вместе с профильным министром сели производители молока, молокосборщики, переработчики и руководители муниципалитетов. К чему привел диалог репортаж Евгении Зиновьевой. По телефону звонят в отделы, замы мне пишут, везде в соцсетях. Правильно народ возмущается, нам надо объяснять. Вам очень удобно сказать, слушайте, обращайтесь в Минсельхоз, мы ценами не занимаемся. Или мы не понимаем, что сказать, что происходит на рынке, если объяснить не можете своему населению, в своих муниципальных округах. Или вы боитесь вообще в народ выйти. После такого спичевица премьера стала очевидна. Диалог будет жарким. То, что в муниципалитетах заняли позицию, мы лучше отмолчимся, пусть в правительстве разбираются. Это, конечно, не главная причина обвала закупочных цен на молоко, отметил Сергей Артамонов. В конце концов, Чувашия далеко не единственный регион, где сырья производят в избытке, и деть его бывает некуда. И цены на продукт сейчас снизились повсеместно. По федеральной статистике, россияне стали пить меньше молока, а надои растут. Экспорт из-за санкций снизился, а импорт увеличился. Но это если глобально. А если разбираться внутри региона, глава Минсельхоза возмутил тот факт, что даже на территории одного муниципалитета цены скачут. Один перекупщик дает за литр сырого молока 18 рублей, другой 23. Аховый Сергей Артамонов назвал ситуацию в Вурмарском округе. По его информации, население сдает молоко за 16 с небольшим рублей за литр. Относительно того, что цены низкие, в нашем районе сбором молока занимаются 9 перекупщиков. Из них, как только тенденция была к снижению цены на молоко, мы начали с ними созваниваться, приглашать на встречу. Однако на связь они не выходят, на встречи они игнорируют. На просьбу главы Минсельхоза перечислить фамилии сборщиков и ответить на вопрос, куда тебе сдают молоко, заместитель главы Урмарского округа ответить не смог. Правда, добавил, что в районе у населения все-таки принимают сырье не по 16, а по 18 рублей. Впрочем, радужную картину не назовешь и в других округах региона. В Цивильском, Красочитайском, Козловском, Маринско-Пасадском, Маргаушском, Шумерлинском владельцы буренок тоже сдают литр молока за 18 рублей. Сборщики объясняют причину рухнувших цен. Мы сейчас принимаем по 18 рублей за литр. Закупочная цена снижается так, как диктует цены нам заводы. То есть мы какую-то маржу закладываем на литр молока, то есть понизили нам заводы, мы понижаем население. То есть в убыток себе работать мы тоже не можем. Аргументы, почему заводы снижают закупочные цены на сырое молоко, у переработчиков тоже вполне железобетонные. На сегодняшний день мы принимаем молоко по 23 рубля. Я говорил, из 100% если взять, где-то 25% у нас идет молоко на кисломолочную продукцию, это высший сорт. А вот это все сборное молоко у нас идет на высушивание сухого молока. Сегодня сухое молоко, если к уровню прошлого года взять, уровень прошлого года она стоила 270 рублей. А сегодняшняя цена у сухого молока это 150-160 рублей. И мы вынуждены эту цену пропорционально снижать. Главное в этой цепочке, по мнению главы Минселихоза, не снизиться настолько, чтобы у населения и вовсе пропало желание держать буренку. А при нынешнем раскладе до этого недалеко. И тогда уже и действующие меры господдержки будут малоэффективны. Она сегодня доступна самозанятым на селе. Самозанятые на одну корову в этом году могут получить 5,5 тысяч на две коровы. Если две коровы, на каждую 6,5. Если три коровы, больше на каждую 7,5. Это как раз деньги были рассчитаны возместить затраты, выпадающие доходы, скажем так, населения в период большого молока. Тему рухнувших закупочных цен на молоко в ходе прямой линии прокомментировал и глава Чувашии. Он отметил, сегодня в регионе можно говорить о молочном профиците. То есть хозяйство производит сырья больше, чем готовы принять переработчики. Ровно об этом же на встрече с руководителем Минселихоза говорили представители крупных хозяйств. Заводы отказываются брать у них сырье даже самого высокого качества. Мол, производство не справляется с объемами. Мы уже этой проблемой озабочены и плотно занимаемся. Собрав всех участников рынка, в том числе глав администрации, убедительно попросили, во-первых, не играться рыночной конъюнктурой и взять время и ответственности каждому на себя. А главам администрации еще раз очень убедительно попросили, ну, можно сказать, и поручили, дойти до каждого жителя, который сдает молоко, еще раз объяснить механизм, каким образом можно и нужно получить сегодня поддержку от государства. А пока же в профильном ведомстве ломают голову над тем, как угодить всем и населению, и сборщикам, и заводам. Участники рынка предложили на некоторое время наложить своеобразное вето на ввоз в Чувашию молока из других регионов. Еще одна идея — поощрять тех местных производителей, кто отправляет переизбыток сырья на экспорт. Это тоже стимулирует рынок. Также владельцам ЛПХ и переработчикам посоветовали присоединиться к проекту организации школьного питания. Эта ниша сегодня в основном почему-то занята неместными брендами. К тому же в Минсельхозе теперь еще пристальнее будут следить за перемещением сырья по региону. От подворья, где собрали молоко, до того, кто его принял на переработку. Чтобы понять, откуда берутся эти ценовые качели. Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Глава Чувашии выступил за усиление контроля за незаконным оборотом кабельной продукции. Мониторинг объектов стройиндустрии на российском рынке показал, что скорость распространения некачественной продукции может привести к серьезным проблемам. Тема этого контрафакта стала одной из основных на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашии. По данным Национального объединения производителей строительных материалов, на этом рынке давно искрит. Каждый четвертый пожар происходит по причине неисправной электропроводки и нарушения эксплуатации электрооборудования. При этом непосредственной причиной 6 из 10 возгораний является некачественный кабель. И причина не только в возрасте проводки. Все чаще на рынке выявляется фальсификат. В некоторых российских регионах цифра достигает 80%. Производители стремятся удешевить продукцию, что, естественно, влияет на качество и, главное, на безопасность. В Минстрое Чувашии о проблеме знают. Регулярно проводят совместно с Гостроинадзором проверки. Но, по словам специалистов, наказать сейчас недобросовестных производителей фактически невозможно. Правительство Российской Федерации, которое взяло и отменило надзор в сфере производства промышленных материалов, фактически сняло контрольные функции с Росстандарта над контролем по 13 тех регламентов, включая, соответственно, строительные материалы, ну и включая, как бы, нашу кабельную продукцию. То есть, фактически, мы сейчас безнадзорные. Производителю фальсификата на данном этапе можно говорить, что ничего не грозит, даже если его поймают в рознице или на стройке. Никто не может ничего с ним сделать. С одной стороны, мораторий на проверки, с другой – безопасность. Как одну из альтернативных мер воздействия на нерадивых предпринимателей, в профессиональном объединении предлагают создать реестр добросовестных и не очень производителей. Глава Чувашии также откликнулся на просьбу представителей ассоциаций и выразил готовность обратиться в правительство России для решения проблемы незаконного оборота кабельной продукции. Можем активно участвовать в фиксации недобросовестных участников рынка и соответствующим образом ввести реестр как кабельной продукции, которая выявляется в качестве фальсификата, так и производителей. Далее мы можем уже подключать коллеги из правоохранительных органов для того, чтобы по ним велась соответствующая работа. Ну и, естественно, здесь они могут уже и мониторить этих участников, недобросовестных участников рынка, или применять иные меры воздействия. Не менее пристальное внимание будет уделяться в Чувашии и нарушениям в области лесного законодательства. Только за первый квартал этого года проведено почти полторы тысячи мероприятий. Выявлено 12 нарушений, 4 случая незаконной рубки. По двум из них возбуждены уголовные дела. Размер ущерба превысил 440 тысяч рублей. Как правило, под статью попадают граждане, которые имеют право на получение древесины для собственных нужд. Что делают эти предприниматели? Они обходят граждан, имеющих на это право, соответственно, договариваются с ними, либо возмездно, либо деньги передают, сумма, естественно, не соответствует стоимости и объему древесины, либо рассчитывается досками, там все по-разному бывает. После чего выезжают в лес, осуществляют трубку, привозят к себе на пилораму, естественно, используют ее уже как деловую, эту древесину. Физлица у нас не знают, какую ответственность они несут, по сути, если они используют эту древесину не по назначению, а там крупные штрафные санкции. Глава Чуваши отметил, что вопросы противодействия преступным проявлениям в сфере лесопользования остаются на повестке, а также добавил, что гражданам необходимо чаще напоминать, чем грозят липовые договоры. Светлана Познякова, Вадим Владимиров, Вести Чуваши. Начинается подготовка к главному празднику региона, Дню Республики. В его рамках планируется провести традиционные мероприятия. Чебоксарский экономический форум, Чувашский окатуй, родники по Волжье и фестиваль фейерверков. Но в планах есть и новшества. Подробности озвучили на заседании Оргкомитета по подготовке к празднику. Основное событие Дня Республики – это Чебоксарский экономический форум. В этом году 13-й. Подготовка к его проведению уже началась. Основная цель и фокус этого форума – это продвижение принципов устойчивого развития в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Чувашской Республике. Данный форум мы планируем, что будет способствовать вовлечению регионов Российской Федерации в реализацию повестки устойчивого развития, а также в поддержке изменений, обмен опытом, практикой по формированию новой модели взаимодействия и сотрудничества, основанных на принципах устойчивого развития. Предложения на спонсорство и участие в форуме уже отправлены. Определяется программа, темы и спикеры. Идет подготовка к выставке «Регионы. Сотрудничество без границ», на которой предусматриваются площадки с экологическим акцентом, социальными экспозициями. Из нового в этом году Минстрой планирует провести конференцию «Глазачевские чтения. Память об известном урбанисте, архитекторе Вячеславе Глазачеве». Готовится и насыщенная культурная программа. В 31-й раз состоится Всероссийский фестиваль «Родники России». В этом году в нем примут участие молодежные творческие коллективы. 200 человек из 15 регионов. На Кату приедут представители Чувашских диаспор. Культурная новинка этого года – молодежный лагерь. Чувашская республика с 22 по 24 июня станет площадкой проведения Всероссийского молодежного межнационального лагеря «Диалог культуры». Мероприятие проводится совместно с Федеральным агентством по делам национальностей. Лагерь представляет собой комплекс образовательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства молодых людей и творческих коллективов. Главные события Дня республики состоятся в столице. К 20 июня город должен быть безупречен в плане благоустройства. Впервые в Чебоксарах намерены провести фестиваль цветов. Фестиваль объединит ландшафтные композиции, объемные арт-объекты из цветов, контактные скульптуры. И в течение всего лета будет организована творческая площадка. Ежегодный День республики проводится на двух площадках. В Чебоксарах и в одном из муниципалитетов. На этот раз выбран Новочебоксарск. Жителей города готовится масштабная развлекательная программа. В День республики на территории города будет работать 10 интерактивных площадок. Основной площадкой станет набережная реки Волга. Там же на набережной впервые пройдет международный чемпионат операторов техники «Четра». А в конно-спортивной школе состоятся бега расистых лошадей на кубах главы «Чувашия». Локации определены. Приглашения в гости отправлены. Подготовка началась. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. Чтобы солдаты чувствовали поддержку. В республике всесторонние помогают военнослужащим и добровольцам, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. В выходные в Чебоксарах прошел финал проекта красоты и таланта «Живи, люби, сияй», который объединил всех женщин Чувашии для одной общей цели. Эти костюмы и платья созданы руками заслуженного художника Чувашии и дизайнера и историка моды Игоря Додиани. Наряды из разных коллекций модельера, платья в современном и народном стиле блистали в этот вечер на представительницах прекрасной половины человечества разного возраста. По словам Игоря Додиани, на следующем этапе проекта при поддержке Союза женщин Чувашии проведут аукцион, на котором представят его авторские ювелирные украшения из личной коллекции. Ожерелье из аметиста, циркония, граната, изумруда и не только все собранные средства от их продажи направят на поддержку наших земляков, которые сейчас находятся на передовой. В ближайшее время мы хотим провести аукцион, где выручка с этого аукциона пойдет на фронт нашим ребятам. Я немного увлекаюсь ювелирными украшениями, я практически выставлю на аукцион все. А это будут художники Чувашии, это будут народные промыслы, это то, что сделано руками людей. На стыке спорта, науки и технологий в России появится 30 центров волонтерской программы международного мультиспортивного турнира. Первое среди субъектов страны трехстороннее соглашение на его создание заключено в нашем регионе. Подписи под документом поставили представители дирекции спортивных и социальных проектов Министерства образования Республики и Чувашского госуниверситета. Игры будущего под таким названием в следующем году в Казани пройдут соревнования по уникальному и инновационному направлению – фиджитал-спорту. Говоря простым языком, это цифровое многоборье, когда участники играют сначала в электронный вид спорта, а потом в такой же, но настоящий. Подготовиться к играм любой желающий сможет как раз в центре волонтерской программы. Кстати, заработают они в 26 регионах страны. Сейчас прорабатывается вопрос возможности участия в тестовых соревнованиях ребят, которые подадут заявки для участия в волонтерской программе Игры 2024 года. Каждому из волонтеров необходимо будет сделать несколько шагов. Подача заявки, прохождение рекрутинга, индивидуального собеседования, он стартует в сентябре текущего года. Пройти все этапы обучения, четыре блока, которые стартуют в январе 2024 года. Спортивная инфраструктура университета позволяет в полном объеме реализовать те задачи, которые ставятся вот в этом виде спорта. Поэтому дорога открыта для всех желающих. Можно, есть время еще подготовиться к этим играм, которые являются абсолютно новым явлением не только в России, но и во всем мире. Направление волонтерской деятельности у нас самое разнообразное. Начиная от агро-волонтеров, медики-волонтеры, волонтеры-победы. Каждый может найти для себя свою нишу и найти интересы в повторном направлении. Сегодня мы видим, что именно направление волонтерского движения расширяется. И по большому счету вот эта возможность, которая представлена дирекцией, позволяет нашим молодым людям принять участие в этих интересах мероприятия. Бой на площадке соперника проигран, но судьбу сражения за выход в полуфинал решит домашний матч. Женский баскетбольный клуб Чигуа Атланта в первой игре четверть финала Высшей лиги чемпионата России уступил дублю новосибирского «Динамо». Подробности матча у нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. В столицу Сибирского федерального округа Леопардовы отправились в ранги лидеров статистики личных встреч. За сезон команды встречались четырежды и три раза победу праздновали девушки Чувашского госуниверситета. Впрочем, мы не сбрасывали со счетов и факт того, что дубль «Динамо» на стадии плей-офф могут усилить игроки основы из премьерки. Мы еще в феврале поинтересовались у главного тренера новосибирцев такой возможностью. Мы этим же составом будем играть, мы будем готовиться, естественно, к этим играм. Наставник дубля «Динамо» слово сдержал. В протоколе матча были заявлены те же игроки, но только обыграть их нашей дружине на сей раз не удалось. Причина банальна. У наших девчат мяч в корзину на площадке арены «Север» не полетел в кольцо. Впрочем, этого стоило ожидать. Игра-то была назначена на 9 утра по московскому времени, и леопардовые проснулись лишь ко второй четверти, уже уступая 9 на 22 очка. Выигранная вторая десятиминутка 17 на 10 сократила отставание до приемлемых минус 6, 26 на 32. Однако во второй половине так и не сыграл главный козырь ЧГУ «Атланты» – точные броски из-за дуги. Из 25 попыток точными оказались лишь три броска. А со статистикой в 12% реализации трехочковых матчи плей-офф, увы, не выигрывают. В итоге победа новосибирца со счетом 74 на 55. Игра была в 9 утра по Москве. Это очень непривычно. Мы обычно не играем в такое время. И, конечно же, нас подвел процент с игры. Согласно регламенту, на стадии 1-4 команда играет два матча. И в случае равенства победитель определяется по разнице забитых и пропущенных. Так что нашим девчатам 8 апреля на домашней площадке необходимо не просто выиграть, а с преимуществом минимум в 20 очков. Трудно, но на нашей стороне фактор родных стен и шестой полевой болельщики. Поддержим девчат ЧГУ. Начало игры в 18 часов. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия. Таковы вести к этому часу. Хорошего вам вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова